Русские газоны, племзавод Ямской, Бисерова, агрофирма «Элитный картофель», агропромышленный комплекс «Вохринка» и другие. Руководители 19 сельскохозяйственных предприятий Раменского района собрались в здании администрации, чтобы встретиться с Андреем Кулаковым. Беседа получилась содержательная и конструктивная, ничего лишнего. Итоги плана на будущее – волнующие вопросы. На самом деле, конечно, поставить даже эти 30 голов особо некуда. Если у вас есть планы по реконструкции, то вы же можете увеличить? Да, конечно. Хорошо, а не больно реконструировать? Сколько получится? Два года – 200 голов. По выращиванию молодняка мы достигли определенных успехов. Это 800 грамм на голову в сутки получили в среднем. Ну и сократили тем самым затраты, которые у нас очень отягощали наш бюджет. То есть сейчас средний возраст первого осеменения у телок происходит где-то в 13-14 месяцев. До этого было 16 месяцев, тем самым мы экономим два месяца выращивания телки. И сокращаем период ввода эту телку и перевод ее в корову. Большинство руководителей абсолютно уверены, что сельское хозяйство сейчас держится на плаву. И при необходимости сможет обеспечить Раменский район всей необходимой продукцией. Однако есть и проблемы. Мы развиваемся не благодаря этим условиям, а вопреки им. Вот сейчас, к сожалению, очень афишируется 5-процентный кредит. Именно в первую очередь малым предприятиям, крестьянским хозяйством и небольшим кооперативам. Но вот, насколько я знаю, дают агрохолдингам 5-процентно. А нам сказали, ну если достанется хорошо, а не достанется, то будете брать 15-процентный без субсидирования. Во многих регионах, мы еще занимаемся вращением кофе в Пензенской области, там это уже озвучено, что ганты такие большие, да, они получают эти кредиты льготные, а мы вот остаемся в стороне. И еще это участки, которые зашли по руду, которые все оформлены, и на них уже есть права, они уже есть права, они уже все, они уже туда поедутся от кинограды. Ну, Андрей Николаевич, я что хочу сказать? Здесь вопросов много, вообще, ну вы знаете, что мы находимся в, так сказать, главном учреждении у нас в Европейский Союз, значит, который ввели разговоры где-то в год назад, и больше с областью, вроде бы губернатора. Но на сегодняшний день движения в одноклане никаких нет, потому что, ну, я с своими учреждениями разговариваю, ну, решайте, как в районе, в области, мы-то, если у нас не будет этой зимы, и она выйдет на фазу, то еще куда-то, значит, у нас половина, 50%, ну, и на стадо, значит, не будет. Подобные встречи руководителей сельскохозяйственных предприятий и главы района проходят ежегодно. Тесное взаимодействие обоих сторон и осведомленность органов власти о процессах происходящих в отрасли дают положительные результаты. Ирина Зинченко, Алексей Гущин для программы «Городские вести».